Привет, друзья! Меня зовут Алексей. Сегодня, как и обещал, мы разберём следующую часть песни группы Scorpions Love Will Keeps Alive. Давайте послушаем, как это звучит, и потом сделаю разбор. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, начало фразы у нас за тактом. И начинается она на слабую долю, на 3и. Играется как и-4и, и держится ещё нота раз-и-два-и. Получается так. И-4и, и-раз-и-два-и. Обязательно топайте ногой, чтобы понимать, вы в сильную долю начали или в слабую. И-4и, и-4и, и-раз-и-два-и. Так будет длиться фраза. И-4и, и-раз-и-два-и. Начинаем мы с 7-го лада на 3-й струне. Потом 5-й лад на 2-й струне, 6-й лад снова на 2-й струне. И держим эту ноту. И-4и, и-раз-и-два-и. На 3 мы начинаем играть следующую часть фразы. Или, можно сказать, следующую фразу. 5-й лад на 2-й струне. Держится 3-и. 3-и. А потом слайд в первый лад на 4-ю долю. 3-и-раз-и. И повторяем. 3-и-4и, простите. 3-и-4и. И первый лад повторяем на 4-и. 3-и-4и. Держим. 1-и-2-и-3. И получаем в целом такую фразу. 3-и-4и. 1-и-2-и. 3-и-4и. 1-и-2-и. Дальше также мы начинаем следующую фразу на 3-и. 3-и-4и. 1-и-1. Потом на И мы играем 5-й лад на 2-й струне. 2-й пропускаем. На И мы играем 1-й лад на 2-й струне. 3-й пропускаем, ждем. То есть эти ноты надо слезать. На И после 3-х играем 2-й лад на 3-й струне. 4-й ждем. И на И снова играем 1-й лад на 2-й струне. Фраза получается такая. И-4и. 1-и-2. И-3. И-4и. 1-и-4и. 1-и-4и. После этого в следующую долю слабую на И мы делаем слайд. Вот мы сыграли 4-и-1-и-2-и-3и. И просто доигрываем конец вот этой фразы с 1-го лада слайд на 3-й лад на 2-ю струну. Потом снова этот 3-й лад повторяем и ждем. Получается, фраза звучит так. Обязательно играйте подсчет, чтобы сравнивать, попадаете ли вы в долю или нет. И-4и-1-и-2-и-3и-4и-1-и-2-и-3и-4и-1-и-2-и-3и-4и. Это уже следующая фраза начинается. Седьмой лад на 3-й струне. И-4и. В 4и мы играем 5-й лад на 2-й струне. Это целая доля. И-4и. А потом играем первую. И потом следующая фраза. Ну, это не следующая фраза, а продолжение этой фразы. Мы сыграли 6-й лад на 2-й струне. Раз-и-2и. А потом на 5-й лад. Это как бы повторение предыдущей фразы, самой первой, с небольшими изменениями. Первая и вторая фраза повторяются. А изменения здесь только в том, что первая фраза начиналась на и-4и-1-и-2-и. А вторая вот эта фраза, да, часть, она же одинаковая по мелодии. Она начинается немножко по-другому ритмически. Это получится и-4и-1-и-2-и. А потом доиграем все то же самое. 3-и-4и-1-и-2-и-3. И опять ждем, опять начинаем следующую фразу. И-4и-1-и-2-и-3. И-4и-1-и-2-и-3. Доигрываем. Таким образом у нас куплет, первая часть куплета вот так завершается. Сыграю все с самого начала на счет. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три. Вторая часть куплета, можно назвать это пре-хорус, начинается на пятом ладу на первой струне. На и перед четвертой долей. И-4и. Две ноты на пятом ладу на первой струне. И-4и. Дальше идет шестой лад на второй струне. И восьмой лад. Такая мелодия. Та-да-да-да-да. Та-та-та-та. Или и-4и-1-и-2-и-3-и-4. Еще разочек. И-4и-1-и-2-и-3-и-4-и. То есть пятый лад у нас, шестой лад на второй струне у нас в первую долю в следующем такте. А восьмой лад играется на 2и в этом же такте. То есть получается 1-и-2-и-3-и-4. Четыре у нас пауза и играем такую мелодию. И-1-и-2-и-3-и-4-и. И получается, что эта часть мелодии у нас играется на пятом ладу. И-1-и-2-и-3. На и потом мы играем шестой лад. И в четвертую долю мы играем пятый лад на первой стороне. И-1-и-2-и-3-и-4-и. И это уже опять начало той фразы, которую мы только что сыграли. Есть лишь небольшие изменения. Мы играем опять так же. И-4-и-1-и-2-и-3-и-4-и-1-и-2-и-3-и-4. И вот здесь мы играем не шестой пятый лад, а просто пятый пятый на первой струне. И, 4, и. И далее опять повторяем наш шестой-восьмой лад на второй струне на первую долю и на 2, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре. А вот дальше надо быть немножко повнимательнее, потому что куча одинаковых нот, можно запутаться. Но в целом, если вы считаете, то поймете, сколько нот, на какую долю и в какой момент времени играть. Что у нас получается? На 4, и мы начинаем играть на пятом ладу и играем так. И, раз, и, два, и, три. На и играем шестой лад, четыре. На и играем седьмой лад. Получается так. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И следующий такт, это четыре ноты на шестом ладу на второй струне. Раз, и, два, и, потом на восьмом ладу на второй струне. Три, и, но если вы сыграете вот такими пальцами, то вы не сможете далее сделать бенд. И что у нас получается? Мы должны вот отсюда, как в предыдущей фразе, пальцем одним сыграть, не двумя пальцами сыграть пятый и шестой лад, указательным и средним, а одним просто пережать. И, два, и, три, и, четыре, и. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Средним пальцем у нас получится прижать седьмой лад, и потом снова шестой лад на второй струне. Получится так. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И делаем вот такой бенд. Делается он в слабую долю, и здесь надо сыграть так, чтобы последний бенд, мы делаем бенд, релэйс бенд, был в первую долю следующего такта. Получается так. Четыре, и, раз. Вот этот бенд последующий должен попасть в первую долю следующего такта. Ну, в общем-то, вот и все. Сыграю пре-хорус полностью, подсчет. И, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз. В целом считайте, слушайте, замедляйте обязательно. На ютубе есть функция замедления времени, замедляйте, разбирайте, на слух это все слушайте, слушайте, как поет вокалист. Постарайтесь эту мелодию пропеть, ну, а уже потом проиграть. Если вы на слух запомните, обязательно хлопая в ладоши там или топая ногой вдолью с метром песни, пропевая это все, то все у вас получится. Иначе партия будет разъезжаться. То есть вы будете играть не точнее в ритм, а где-то рядом с ритмом. Ну, в принципе, может быть, это и будет как-то звучать, но будет звучать как-то, а не красиво, ровно, логически понятно. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если есть какие-то вопросы, задавайте.